Друзья, приветствую на канале Изи Трейд и в этом видео я отвечу на вопросы, почему рынок растет, ведь он должен падать, все самые плохие события сейчас происходят с нами и ключевая ставка теперь 19% и вот-вот ракеты запустят по нашей стране, к сожалению, и бизнес сжимается, некоторые компании банкротятся, а рынок отскакивает и хочется сказать, что происходит. Давайте по традиции рассмотрим мой портфель, капитал более 30 миллионов, ни одной акции у меня сейчас нету, все на вкладе и в LQDT счет растет, но не так быстро счет растет, как индекс московской биржи за последние 9 дней. Он отскочил за последние 9 дней реально на очень много, почти на 9%. Окей, окей, ну давайте, знаете, с текущих цен я скажу так, что я сейчас в депозитах получаю 20% годовых. Ставку, наверное, будут увеличивать, наверное, эта цифра будет еще больше, но давайте прикинем. Вы верите, что индекс вырастет на 20% в следующие 12 месяцев? На 3,300? Я не очень. Я больше верю в то, что индекс упадет в следующие 12 месяцев на 2,200. Давайте проверим, если индекс в последующих 12 месяцев будет больше, чем 3,300, в тот момент я, наверное, ему проиграю чуть-чуть. Но пока я не готов выходить из вкладов, пока я лучше здесь посижу, это более спокойно. Ну ладно, не об этом это видео, а видео о том, что почему рынок может расти и почему он растет. Вот. Слышали такое понятие, как экспирация срочных контрактов, экспирация квартальных фьючерсов? Давайте зайдем на сайт московской биржи и посмотрим. У нас будет 3 ключевых дня. Это экспирация валютной валют. Юаня, прежде всего, 16 сентября. Экспирация валют 17 и экспирация по акциям на многих компаниях и экспирация по индексу, и она квартальная 18 сентября. Почему я считаю, что это важнейшее событие? Даже важнее, чем когда Центральный банк принимал ключевую ставку. Потому что, друзья, с ключевой ставкой все понятно, а вот экспирацию многие забыли. Что же такое эта экспирация? Вы знаете, я сейчас покажу вам, но забегая наперед, я скажу так, что когда у нас есть тенденция определенная, да, многие игроки, такие как мы с вами, двигаемся по тренду и в этот момент нас ловят на самоуверенности. Тренд вниз, многие из нас шортят и на экспирации нас отвозят на стопы, кого-то на маржин-колы. Вот таким вот ростом. Давайте перейдем на дневной тайм-прейм, и я вам покажу. Вернемся на год назад. Сентябрь 2023 года. Началась растущая тенденция с начала 2023 года. Вот она шла. И в сентябре 2023 года, это началось в сентябре, вот здесь вот с 5 сентября началось падение. И практически весь сентябрь мы прибивали в контртрендовом движении. То есть на растущем рынке мы начали в сентябре падать. Экспирация, да, экспирация там тоже была. Давайте перенесемся в 2022 год, на сентябрь. Была вот такая вот растущая тенденция, в сентябре рынок развернули. Но начался сентябрь, и магия. Опять экспирация, сентябрь, все как в 2023 году. Вниз. То есть окей, понятно, да? Многие из вас уже начинают понимать, что происходит. Давайте перенесемся в 2021 год. Вот на таком тяжелейшем, растущем тренде, в экспирацию в сентябре, в середине сентября у нас началось снижение. И продлилось оно недолго, конечно. Но тем не менее. Вот именно под экспирацию многих отвезли на убытки по фьючерсам. В 2020 году была растущая тенденция, 2020 год, пандемийный, все. И только у нас начался сентябрь, все, упали. Упали на, получается, более чем 7%. Если быть точным, сентябрь упали на 10%. Сейчас мы на те же самые 9% растем. Какие из этого можно делать выводы? Друзья, перед экспирацией, если у нас ранее была тенденция вниз, то на экспирацию нас свозят вверх. Покажут нам контртрендовые движения. Контртрендовые движения. Такое происходило 3 года до этого. И еще ранее такое тоже происходило. И это логично, что они так делают с нами. Поэтому не надо пугаться вот этого отскока вверх. Это прежде всего отскок, никакой это не разворот. Вы можете мне сколько угодно говорить, что все, сейчас рынок будет расти на 50%. Мы не успеем. Друзья, успеем. Еще как успеем. Потому что рынок, я вам даже забегая наперед в рынок, мы будем минимум входить в ноябре в лонг. Потому что если даже в сентябре мы покажем колоссальную такую свечу, пробьем августовскую свечу, вверх августовской свечи, покажем пробой. Потом в октябре у нас будет волатильность. В ноябре свеча успокоения. И только в декабре на пробой этой свечу успокоения мы будем заходить. Но вот если такой разворотной модели не будет, ну в какой момент заходить, вы мне скажите. В какой? Чтобы стоп поставить на 2501, сейчас мне нужно зайти. Ну нет, конечно, это самоубийство. Стоп 10% чтобы меня размазало. Ну нет. У меня капитал довольно существенный для меня, поэтому я им не буду рисковать на 10%. Это исключено. Друзья, так, еще о чем хотел вам рассказать. В прошлом видео, да, я вам тут вот заголовок, превью, как угодно, называйте. Рост ОВК на 1500%. Давайте посмотрим ОВК, что случилось с этой компанией. Сегодня рост 21%. Неплохо, да, за один день. Стоило нам вчера опубликовать видео, да, и уже после выхода видео у нас рост такой неплохой. Где я вижу эту компанию? Я думаю, что завтра мы тоже порастем на 15% и на 60% сходим. Поэтому рано еще выходить из лонговых позиций. Пока что, да, вот лично я буду выходить на 4-х часовом таймфрейме. Стоп у меня стоит под низ 4-х часовой свечи. Я его буду двигать по мере пробоя. По мере роста, как только стоп у меня пробьется, все, у меня не будет позиции. Такая вот у меня стратегия по ОВК. Давайте также рассмотрим ключевую бумагу на рынке с самым большим весом. Это лукойл. Месячный таймфрейм открываем, потому что по лукойлу вы мне говорите, что произошел пробой. Да, согласен. Произошел пробой, была линейная тенденция вниз. Это когда каждый месяц последующий ниже вверх каждого последующего месяца, ниже предыдущего. И так далее. Состоялся пробой в сентябре августовской свечи. И я принимаю это, понимаю и соглашаюсь. Но заходить где сейчас, нет, нельзя ни в коем случае, потому что нужно дождаться волатильности. Опять повторяю, волатильности не было. И свечи успокоения как минимум. Поэтому, друзья, еще до входа в лукойл, еще много-много времени. А где-то он даже еще и не пробит. Да, свеча Сбербанк, например. Не пробита. Возвращаясь к лукойлу, посмотрите, как ранее у нас торговалась бумага. Вот нисходящая тенденция. Все. Состоялся пробой, да? В август 22-го года видим пробой. Дальше состоялась волатильность. И ждем свечи успокоения. Окей, если будет свеча успокоения, то тогда зайдем. Но свечи успокоения нету. А дальше начинается магия. Красная свеча. Еще одна. И еще одна. То есть, вы видите, вот тут вот только началась свеча успокоения. Это можно посчитать после пробоя. Вот значит, пробой, да? После пробоя. Раз, два, три. Четыре, пять. И только шесть. На шестой месяц у нас появилось свеча успокоения. А на седьмой месяц мы пробили эту свечу успокоения. И началась тенденция. На седьмой, друзья, месяц. Поэтому, если вы мне здесь пишите в личные сообщения. Давайте войдем в Лукойл там. У него месяца пробиты. Срочно, друзья, тут еще семь месяцев может такая борьба разыграться. Вот такая вот. Вы готовы семь месяцев по позиции по своей убыток получать? Я нет. Давайте дождемся нормальной разворотной модели. Если ее не будет, то и нефигу, как говорится. Не надо дергаться. Поэтому, друзья, вот такая вот история. И, кстати, вас не смущает по индексу, что на дневном таймфрейме, что мы в 2501 ударились, да, вот в этот уровень. И за 9 дней у нас произошел такой рост. Как будто мы спешим куда-то. Меня лично смущает. Поэтому я почему-то вот нисколько не сомневаюсь, что тенденция, которая с мая месяца у нас началась, она продолжится. Поэтому, друзья, не гоните лошадей, держитесь плана, вот. То, как вы раньше торговали, многие из вас, да, большинство, по наитию, по чуйке, вы забудьте это. Давайте торговать более-менее правильно, по техническому анализу. Это спасет ваши депозиты, спасет ваши капиталы. Не обращайте вы на эти отскоки. Сейчас рынок бешеный какой-то. Его могут отвезти куда угодно. Показать вам вот это двойное дно, якобы, да, и хоть на 3000 он пойдет. Но если нету входа четкого в позицию, ну что-то ловить-то. Не смогу я тут большие капиталы разместить. Поэтому, друзья, придерживайтесь плана. Вот все, что я могу вам сказать. И обязательно, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал EasyTrade. Можете в поиске вписать русскими буквами EasyTrade или вот латиница E-Trade. Ссылка такая. Здесь есть чат, мне можно написать, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. У нас, кстати, на канале 1201 подписчик. Это феноменальный результат. Без рекламы. Я публикую просто видео со своими мыслями. И за два месяца 1201 подписчик подписался. Поэтому спасибо вам большое за это доверие. Значит, я вам нравлюсь. И мои мысли тоже вам нравятся. На этом давайте обращаться. Надеюсь, вы мою мысль поняли. Спасибо вам большое. Увидимся и услышимся. Спасибо.